Я вам расскажу маленький рассказ. Все в руках евреев, говорит, находится. Но они говорят, да, у нас в руках. И вот маленький у них Моиша, это Моисей, пацаненок-то в школе слышит, как про евреев, говорит, плохо разговаривает везде. И он пришел домой и говорит, сегодня национально записывали, маме, говорит, своей, я записался русский. Мать говорит, хорошо. Ты обдумал, хорошо? Да. Так, ты утром что ел? Он говорит, курочку. С сегодняшнего дня будешь, как русский, одну картошку есть. Он думает, мама не поняла, пошел к папе. Папа, а сегодня у нас записывали национально, так я сказал, я уже русский. А отец говорит, ну нормально, ты как в школу-то, а школа далековато, там спецшкола, английский язык, как на машине. Ну с сегодняшнего дня будешь ездить на трамвае, стоять на остановке, как все русские. Раз ты русский, ты с русскими живи. Он думает, ты отец, не понял, пошел к деду. Пришел к деду Абраму. Вот так, деда, записывали меня, я записался русским. Он говорит, надо же. А мы все евреи были. Тебе сколько дают на день-то? Он говорит, стольник, стольник, это 100 рублей. А сегодняшний день будешь, говорит, русский, получать рубль, как все русские. И вечером сели обедать, ужинать-то уже. Ну и все курочка, а ему картошки. Мама и спрашивает, ну и как тебе русский человек? Он говорит, надо же, один день прожил. Как я ненавижу этих евреев теперь. Они-то думали его приблизить. Он уже русский, что евреев все заглотнули, а у него ничего нет. Вот слова какие. Важная русскость, он не отверг, а остался русский. Это наоборот, наоборот. Вот такое дело. Но на самом-то деле. Он пришел к вам. Да Виктор Андреевич, я его не вижу. Виктор Андреевич, ты Володю там видел, нет? Он книги должен тебе дать. Он пришел мне палец ремонтировать, вот этот вот. Я считаюсь болящим. А что ж парить нужно, да? Не знаю, что он будет мне сейчас отговорить. Нирван. Брат Сергеевич. Рад видеть тебя. Возди табареточку, садись. Сейчас, сейчас, садись. Поближе ко мне, поближе. Вот так, чтобы тебя видно будет. Садись. Посмотри. Видишь себя, Ван, ты где есть? Много, много слышал, но не видел. Вот теперь увидел, слава Богу. На он-то ролики просматривает, тебя видит, ты там ведешь занятия. Я тоже заочно, как говорится. В таком заочно, да. Ну, как сказать заочно? Тут не то, что заочно. Тут уже, понимаете, уже на себя примеряешь. Вот. То есть, я тоже как бы участвую там с вами во всех делах, все переживаю. Ты всегда с нами, это точно. Всегда записывают батюшки о здравии Сергея. Мы всегда молимся, каждый раз. И днем, и утром, и вечером всегда вас помним. Спасибо, Господь. Слава Христу. А когда молиться времени нету, мы говорим, Господи, помяни болящего Сергея и всех, которые болеют. Сергей один, а все остальные уже некогда поминать. Он говорит, вот принес Володя. Давай сюда книги-то, в руки мне. Я должен передать, не просто так, в сумке. Она говорит, я приду, тогда рассчитаюсь. О, вот, это она понесет. Вот она где. Но, кто не видел, пускай посмотрит. Вот оно как. А что цифры-то кверх ногами? Я не пойму, что она кверх ногами-то? Нет, все, все, с нормальным все. Ладно? Вот. А вот оно как выглядит сбоку. Вот видишь, закладки какие, российского флага, картиночки и проще. А вот как первая сторона выглядит. Чудесные книги. Вот она. Они у меня стоят, а я так мне охота их потрогать. А нечем потрогать. Полистать, да? Ну, конечно. Понюхай, скажи-ка. Детские игрушки такие красивые. Все. Людмиле Степановне отдашь? Она потом... Ну, а в этом... В каком? В электронном виде. В электронном виде-то вы читаете? Нельзя, я же лежу постоянно. Я начинаю читать, у меня потом глаза болят сильные. Я не читаю ничего. А, понятно. Держи. А он в этом... В аудио-то есть в формате? В аудио, вот как раз когда... Ну, так вот можно слушать, мы насчитываем. Ну, есть он. Есть Матфея и Откровения. Все. А вся-то Библия у меня, целиком Библия насчитана. Вся. Тем более, сейчас она выставлена... Нет, ну тут же толкование фейфилакта. С вашими комментариями. По толкованию, вот отсюда, с комментариями, только две книги. А, две книги. И при том, я их еще шире раскрываю с объяснениями. Матфея и Откровения. Слава Богу, сейчас технологии, как говорится, дошли, что... Я так и просвещаюсь вот с помощью вот этих всех... Есть же сейчас сайт Библии онлайн, там вот там Инатих, что же Ветхий Завет начитывает. Вот. Ну, по крайней мере, то, что, как сейчас говорят, сейчас и школы разделяют на людей, которые больше воспринимают учение через уши, а есть через глаза, то есть преподают сейчас детям, которые запоминают, допустим, лучше через слышание, а есть, которые запоминают лучше через чтение. Вот. Я, допустим, отношусь к людям, которые больше через слушание. Я вот уроки, как в школе, мне учительница прочитает, вот, а я уже на следующий день прихожу и пересказываю, что она прочитает. Вот, как бы, через слышание. Ну, а вера-то от слышания. Отслышание-то от слова Божия. Вера-то от слышания. Вот у меня в школе, бывало, я иногда оглохну, и я не знаю, какой урок задали. Это урока на два раньше учу, я все самостоятельно учил. Вот так мне в жизни сгодилось. Ну, вот так. Сейчас только говорю с Тарасием, с Одессой. А в это время, гляжу, зазвонил Сергею. Я говорю, Тараси, все. Он говорит, убегаю. У него там тоже вопросы такие. Маленько не успел подготовиться, но что-то ему охота поговорить было. Тарасием на прошлой неделе и говорит, вот, все никак не могу поймать, у меня дело срочное. Я думаю, что там за дело. А он там уже сделал наброски. Где там крест с ангелом. Иконописием, икону сейчас, Игнать Тихович, нарисовать. Уже иконы скоро писать начнем. Ну, что вы. Так я вернулся, когда из заключения, а мне принесли Акафис. Акафис, написанный о моем пребывании в тюрьме. Я так ахнул. И все это по церковно-славянскому. И все там радуется. И все. И вот, что я как в тюрьме, и как там люди, и как обращаются. И все это в такой форме. А брат Сергей знает, что у вас две бороды? Ну, он не знает, не знает. Знаешь, я знаю, где прячет одно. Он на полке лежит у меня. Это написал, он председатель, или как называется, журналистов, Сергей Тепряков. И я не знаю, откуда у него это было. И он написал, как меня брили там в лагере, я оттуда принес. И теперь, говорит, у меня на всякий случай две бороды. Она у меня в платочек завернутой лежит. Еще меня бритая, щеченца поставили, он парикмахер был. А он говорит, а меня Аллах не накажет. Я говорю, только ты-то при чем? А я сидел, плакал, у меня слезы вот так текут. Пришел капитан, начальник режима оперативный. Там у меня бороду-то целое столько было. И стоял рядом, расстелили, просто не принесли, чтобы волосинка не потерялась. Я вот до вас не придавал значения этому. А сейчас мне уже, понимаете, мне как мужику, допустим, стыдно уже. Вот, ну, не говорю уж там даже в общении с вами. А я не могу. Я вот 10 дней, нет, 7 дней до этого вот не брился. Все, думаю, начну, хоть усы, хоть отпущу. Все, у меня такой зуд, у меня коркой покрывается кожа. И трескаться начинает. Ну, боленька. Не будет этой корки, ничего этого не будет. Поймите, вы не первый парализованный. И те, которые знают бороду, и вот так с бородой, они так с бородой и лежат. И нисколько не касается. Что интересно, у арабов, вот этот мусульман, если раненый в бороду, он предпочитает вертолешиться жизни, нежели позволить убрать бороду. Вот это место, где у меня ранено, здесь и делайте. Показывают. Это у нас, кажется, газета. Я, Диктор Андреевич, сейчас попробую объяснить. Может, он, скорее всего, поймет. Вот у меня мочевом зараза сидит какая-то. Ну, какая-то, я не знаю. Не могут ее вывести уже 12 лет. В общем, коркой покрывается, сантиметровой коркой, мочевой пузырь изнутри покрывается. Вот, и она лопается, эта корка, и постоянно кровоточат. У меня сильные боли в мочевом. Вот это вот заражение идет по всему организму у меня. То есть, внутри это налетом покрывается, все органы покрываются вот этим налетом. То есть, я не знаю, что это. Потом ноги вот все таким, как панцирем покрываются, и вся кожа у меня на теле покрывается. То есть, вот только счистишь ее, она опять раз, день, два, три опять покрывается, и все это лопается, все это зудит сильно. Сережа, вы антибиотики принимаете? Я на одних антибиотиках только сижу. Понятно. А на грибки анализ делали? Микоз, так называемое, микотическое поражение бывает. Когда вот очень длительное время пациент находится на антибактериальной терапии, то присоединяется грибковая инфекция. Вот он. Это противомикробные, противогрибковые нужно препараты, типа дифлюкана, другие там вот препараты противогрибковые. Мне для этого нужно, наверное, анализ сдать сначала, да? А, конечно, нужно сделать на это именно на грибки, чтобы вот выявить, может быть, там действительно на этом фоне антибактериальной терапии уже присоединилась к грибковой патологии. Вам никогда этого не говорили, что у вас есть грибок. Это я уже сам до этого дошел, а так никто мне ничего не говорил об этом никогда. Да, вот нужно попробовать, так сказать, сдать анализ мочи и хотя бы на бактериологическое исследование нацелено на грибы. И вот я даже лежу, к примеру, вот только почистят кожу все, и я лежу, я чувствую, как из меня и споры, и вот это вылазит, и осыпается даже, и вот это все как бы, ну, как плесень какая-то идет по всему телу. Ну вот, как хорошо употребили этот термин плесень, как раз это, плесень-то это тоже грибковая, это грибы. И мне вот три года назад у меня сделали, вывели из мочевого шланга, который, ну, катетер вот этот. Это, который фолея. И они мне когда сделали неправильно, молодой доктор, а я сразу прошу, Господь, так прям меня, это, я, главное, я говорю, ну, главному доктору больницы этого отделения, я говорю, сделайте, пожалуйста, мне операцию. Она говорит, что вы не переживайте, у нас специалисты молодые, хорошие. Я говорю, ну, пожалуйста, сделайте вы. И на самом деле он мне сделал так, что неправильно вставил его, и моча эта шла у меня через живот, начала выходить. А потом в конце концов она пошла вовнутрь организма, и у меня там вся пола и залила мочой, в общем, все внутренности. И мне... Это когда... Это когда было? Три года назад. И мне они, в общем, разрезали весь живот, все внутренности, все кишки, все печень, все вытаскивали на стол прямо, и шланги все промывали. И потом назад все засовывали. И вот, говорит, покрыто все, все органы покрыты вот этой плесенью. Вот, и они, говорит, как ты выжил, непонятно вообще. Ну, только Господь, конечно, вас вытащил. Это так называемое воспаление брюшины, перитонит. Перитонит мочевой, это очень тяжелое. Это только удивительно, что действительно вы вылезли из этого состояния. Ну, вот надо будет анализ мочи сдать на грибы, конкретно на грибы посмотреть. Если там грибы, значит, тоже определенная чувствительность к антибиотикам, их можно определить. А если, а как мне? Другого рода уже фармакологические препараты. Понимаете, понимаете, как? У меня вот, я сижу на этих антибиотиках, у меня постоянно кровотечение, то есть лопается в мочевом, вот эта вот корка, она лопается, и постоянно идет заражение вот этого организма, и во всем. Да понятно. Постоянное кровотечение, и я вот на этих антибиотиках, мне уже никакие антибиотики не помогают, уже все, что есть в мире, уже все перепробовали. Организм уже... Веронем, Веронем, Веронем был уже, да? Да я не помню, это надо у Масочки спрашивать, она мне там ходит все подряд. Мне предлагают, она говорит, переходите на такую медицину, ну, как она называется, ну, модную сейчас, как она? Гомеопатия, что ли? Я говорю, что мне гомеопатия, если уже антибиотики не помогают, организм уже все это убит, это и антибиотиками. Поэтому... Теперь температура у вас все время повышена? Ну, повышается периодически, мне то в жар, то в холод, с 40 до 40 температура поднимается все. Это постоянно так, да? Ну, не каждый день, как бы, живу с этим. Неделю нормально, две недели, вот, и лежу, отхожу. Ну, вот как-то... А вот у всех спрашиваем, как избавиться, есть ли какие-то уколы, вот, допустим, избавиться-то от этого гриппа, одноразово как-нибудь сделал какие-нибудь реинъекции, убить его нельзя, ничем его угробить. Нет, ну, нужно, во-первых, выяснить, грибок ли это, это одна задача. Вторая, уже, так сказать, определить чувствительность этого же грибка тоже к препаратам, которые действуют против грибка. Ну, дефлюкант, там, другие препараты, которые конкретно при этом поражении, грибковом поражении применяются. Жалко, что мы далеко от вас, а так бы мы, конечно, сделали бы эти анализы и попробовали разобраться в этой ситуации. Ну, видите, у нас, как, у нас город большой, а в больших городах уже друг до друга дело некому, вот. И, опять же, и у всех спрашиваю, понимаете, вроде нормально, адекватные люди, и профессора, и доктора такие, никто мне толком не даст никакого ответа. руками вот так разводятся. Ну, кто знает, что. У вас сейчас трубки-то уже убрали? Нет, они у меня поставили. А мне нельзя. Они, понимаете, у меня вот эти вот камни отваливаются в мочевом, и они поначалу выходили с ноготь большого пальца, то есть такие в диаметре до двух сантиметров, и выходили самостоятельно. То есть Господь так, а мне приезжают скорые, они смотрят на эти камни и говорят, как это они у вас выходят, а это нереально, говорят. Вот. Мы, говорит, забираем по скорой таких людей. Вот. И поначалу они мне выходили, эти камни, сами, а потом я уже, а у меня тоже так Господь побудил, прям я проснулся в одну ночь, и мне такой прям голос, вызывай скорую трубку, вставляй. А у меня уже все там, ну, я уже чувствую, помираю. И вызываю скорую вместе с этим, с рентгенологом, и они делают рентген вот этого, ну, мочевого пузыря, прям на месте дома, и говорят, срочно собирайтесь, у вас, говорит, ну, произошел какой-то обвал вот с этих, со стенок камней, у вас, говорит, половина мочевого вот эти вот камнями забит. Ну, то есть я не знаю, что там произошло, какое-то отторжение может быть. Вот. А они вставили трубку и вытаскивают теперь, как ее вытаскивают, потому что там же через нее выходят вот эти осколки постоянно. Ну, для меня это легче, чем нежели они через живой канал. Ну, естественно, да, да. Поэтому без нее никак. Да. Ну, вот, да. Да помоги Господь вам, конечно. Тут такая ситуация, это я даже к себе это, вот, применять это, это так воображать, и то сложно, это трудно просто. А как это в реальную перенести? Только с помощью Божьей можно это перенести. Господь милует, еще дает вам терпение. А у меня что-то, они периодически, вот эти, происходят такие моменты, они, они врачи сами говорят, а, да как, у меня вот, был, допустим, обширный, такое воспаление легких, такой вот, у меня по 3 литра в день выкачивали из легких жидкость. То есть, у меня была сломана шея, к примеру, там, 7 шейных позвонков сломаны, вот, с 1 по 7. Вот, и при этом было воспаление легких, обширное такое, то есть, там, одно легкое, левое перестало вообще работать, на одно правое легкое, и вот на этом выживаю. Только Господь, такие, потому что вещи происходят. Да, только Господь, конечно, при таких ситуациях помогает. Это удивительно. Это сплошные чудеса. Вот люди ищут чудес, а вот оно чудо. Вы являетесь собой чудо. Чудо Божие. Так у вас легкое сейчас, левое, это расправилось? Расправилось настолько, что ко мне приходят, берут, ну, кровь берут, анализы берут, и говорят, что у меня сейчас кровь, там, сердце, все как у младенца работает. То есть, понимаете, при всем этом стопроцентное восстановление происходит. Удивительно. Это чудеса Божие. Это как, как в житиях святых просто. Такие чудеса. Это подобное нечто. А мне медсестра два года назад пришла, у меня по ногам пошли, ну, при смерти такие бывают, в общем, пятна на ногах начинают, вот, как бы, ну, ну, всякие вот такие пятна пошли. А она просто, матушка ей показывает ноги, показала ноги мои, ну, они как бы, кровь там такая, знаете, вот все по ногам. Вот, отекли ноги, опухли такие стали, слоновые, слоновые. И вот эти вот пятна пошли. Она раскрыла, и она потом в коридор выходит, и медсестра говорит, ну, вы готовьтесь, наверное, сейчас уже осталось там день-два, может быть. Она говорит, да хватит вам, мы, говорит, что только не переживали. Вот, проходит несколько дней, все это распадает, в общем, они берут анализы, говорит, стопроцентное здоровье. Удивительно, удивительно, это... Даже слушать страшно. Да. А я не могу, у меня все внутри сжимается. Это, это все нужно записывать, это нужно просто повествовать, людям, чтобы они обретали веру, хотя бы вот через это. Хотя через эти, через это вера не приходит, к сожалению, людям. Через это благодарность может вызвать, что у меня это все есть. Нет, это он, да, он может благодарность. Это у него благодарность. А я имею в виду, для других людей. Если у него есть смерть, ты себе будешь благодарен. Да, для других людей. тут какое свидетельство? Тут вот я, вот буквально, я уже все, прощаю жизнь, я чувствую, я знаю, уже смерть, как она выглядит, все, как она когда подходит. Вот, и в то же время, я знаю, что за ней придет исцеление полное. То есть, вот ко мне приходит смерть, и все, я говорю, да ладно, хотя я хочу встречи с Господом, я об этом, можно сказать, хоть Игнат Тихович не любит, это слово, мечтаю. Вот, я мечтаю об этой встрече, понимаете, но я понимаю, но я понимаю, в то же время, что это не мое время, и все, я знаю, что за смертью придет полное исцеление. Вот, как-то вот Господь испытывает вот так, Господь, что на трепет меня проверяет, или как. Да помоги Господи. У меня мама, было ей 87 лет, она, батюшка, когда приходил к ней, исповедовать ее, она говорит, батюшка, я уже устала, мне уже пора бы к Богу идти, а он говорит ей, такие слова, а Бог берет, говорит, не престарелых, а поспелых. Вот поспеешь, и Господь возьмет. Ну, пришло время. А вот как отойдешь из жизни-то, твоя душа выйдет из тела, а ты ко мне туда придешь. Я в первую очередь, прям к вам туда. Да, и ты увидишь, все здесь, тогда уже наяву, да и так ты все видишь, а мы будем молиться. Больше нет ничего. Ну, что, отпускай нас, брат Сергей. Сережа, мы тебя помним всегда, молимся о тебе. Спасибо, Господь, я тоже помню, не только помню, я вижу вас каждый день. Спасибо, Господи, спасибо, Господи. Это поможет вам Господь. Ну, ладно, посмотри там на благовестие, пятый, шестой номер я выставил. Замки снимай, когда надо, я не снимаю, только роженицу выставил одну, потому что там маленькие минуты. Так, все, благослови тебя, Господь. С Богом, дорогой. Это вообще вообразить нельзя. Но вот это вот внушает надежду на Бога и мужество. У меня все есть, я не ценю. каково это мне. Благословен Господь. Ну что, давай мной займемся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.